Я купил мой первый велосипед, как и многие парижане, в дни больших затяжных забастовок. Лет, я думаю, 12 назад, когда стало невозможно пользоваться городским транспортом, ни метро, ни автобусами. Это мой четвертый велосипед. Три у меня уже украли. Во Франции велосипеды крадут, нельзя сказать, чтобы изящно, но эффективно. Я с огромным удовольствием перемещаюсь нынче по Парижу исключительно на велосипеде. Эпс, красный свет. Хотя это и весьма опасно в нашем городе, потому что водители водят, нельзя сказать, лихо, но не обращая внимания на такие мелкие движущиеся объекты, как велосипеды. Самое страшное, это, конечно, неожиданно распахнутые дверцы автомобиля. Слева от тебя поток автомобилей, справа стоящие на обочине, из которых один вдруг распахивает дверцу. Ты рекишь под колеса. Поэтому, конечно, лучше иметь страховку и хорошую страховку. Если вас сбила машина, не дай бог, или произошло другое дорожное происшествие, полицию вызывать бесполезно. На аварию с велосипедистом она не приедет. Скорая помощь может быть вызвут. Ездить на велосипеде в Париже, это дело опасное. Ну и потом не забудем, что Париж стоит на холмах. Я же живу в латинском квартале на холме Святой Женевьевы. И одна из самых крутых улиц, улица Святого Якова, Руссанжак, действительно поднимается весьма круто к пантеону. И мне иногда это не под силу. Приходится объезжать ее боковыми улочками. Ну вот я, кажется, добрался до точки назначения. А я хочу зайти в небольшой бутик велосипедный, немножко подкачать воздухо. Я на улице Мож, который спускается от площади Сан-Медара, от дороги на Рим, на Италию, вниз к Сан-Жерменскому бульвару. Так, бутик мой закрыт. И что ж, тогда двинем китайцам, воспользуемся случаем, чтобы купить китайских язд. Которые у нас самые дешевые в городе, самые дешевые магазины китайские. Так, значит, теперь моя улица Римонж выведет меня на площадь Мобер, там, где находится префектура полиции. Так, здесь находится самое лучшее в этом году, получившее первый приз, булочное Парижа, Кайзер. Здесь феноменальный черный хлеб, ржаные. И самый мой любимый, гречишный. Здесь же находится русская книжная лавка знаменитая, инкопресс. Но я уже подъезжаю к своим китайцам, надеюсь, они не закрыты. Иногда невозможно угадать, кто в этой стране работает, а кто нет. Площадь Мобер, рыночная площадь, выходящая на Сан-Жерменский бульвар. В средние века площадь Мобер, никаких в Сан-Жерменских бульварах тогда не существовало, была и таким студенческим кампусом. Постепенно, незабудемо о наводнениях, студенты перебрались выше к холму Святой Женевьевы. Площадь превратилась в место скорее мрачное. Здесь сжигали еретиков и вешали преступников. В 16 веке на дворе была реформация. Здесь сожгли нескольких издателей, рискнувших опубликовать послания Климента Моро и шедевры самого Рабле. Костры горели на площади Мобера аж до 1760 года. Место это было на переходе от средних веков к Ренессансу, скажем, веселое. Пьяницы, карманники и шлюхи. Чувствовали себя они здесь прекрасно, потому что это был мир студентов, зубривших латыни и не прочь бывших погулять. Рассказывают, что Франсуа Вион в 1450 году любил здесь навещать банду таких крепких грабителей, ребят, от которых он набирался новых словечек. То есть того самого жаргона, что с его помощью до нас и дошел. В 19 веке за площадью Мобер водилась все еще дурная репутация. Здесь обитали нищие, бездомные и собиратели окурков. Калашары по утрам продавали на здешнем рынке, он сохранился до сих пор. Окурки и продавцам табака, которые, перемешав табачок и снова набив им сигаретные гильзы, называли этот товар сигаретой ручного производства. Метров 200 до сены. Справа улочка в Евро. Это ими речки. На этой улице жил ветеран. Она всегда охранялась полицейскими. Она как такой, почти коридор не улица, как многие парижские средневековые улицы. Городская мэрия серьезно взялась за строительство велосипедных дорожек. За 4 года длина наших легальных велодорожек выросла с 27 километров до 314. 51 километр идет вдоль водных каналов города. 118 километров велосипедисты делят с автобусами. И 42 километра это специальные, лишь для нашего брата, проложенные дорожки, на которые все равно выскакивают парни на роликах и девицы на самокатах. Ну, конечно, главная проблема в таком велокоридоре это присевшая на корточке собачка. О, мои китайцы открыты. Так что, пардон, небольшой перерыв. Это была полнеприличная клошарка, которая, так как я ей не дал денег, прицепилась ко мне и пыталась погасить сигарету, а мою куртку. Но пока я покупал у китайцев свежий имбирь, соевый соус, рис. Уже стемнело. И в Париже очень часто велосипедисты ездят без задних огней, за что могут оштрафовать почти на стоимость велосипеда. Но передних огней почти ни у кого и не бывает, честно говоря. Только ночью. Я думаю, я поеду через площадь Пантеона. Мне в просвете улочек видна Нотр-Дам. Вот я поднимаюсь по горе нашей защитницы, защитницы Парижа, Святой Женевевы. Она круто идет в гору к улице школы Рюльзеколь. Здесь находится музей полиции, где сохранилась не так уж давно справно работавшая гильотина. А также там замечательная выставка орудий преступлений. Вторую половину этой горки, ей бог не подняться. Так что я сверну в сторону Пантелона и Сорбоны. КОНЕЦ КОНЕЦ